Всем привет! В эфире ток-шоу «Время покажет». Мы обсуждали много чего. Начали с истории с отравлением Алексея Навального, или не отравлением, как считают в Кремле. Я озвучил тот единственный, с моей точки зрения, здравый вариант, который должен был осуществить Кремль после того, как западная пресса начала обвинять Россию в отравлении оппозиционного политика. Но Кремль на этот вариант не пошел. Почему не пошел? Ну, если вы к чему не причастны, чего вы не пошли на этот вариант? О нестандартных решениях. Я считаю, ну это тоже рубрика «Бесплатные советы Кремлю». В этой ситуации, я считаю, решение должно было быть принято только одно. Как только в западной прессе началась вот эта ФСБ отравила Навального, Мария Владимировна Захарова должна была выйти в эфир, сказать, «Так, черти толерантные, мы ждем вас через три часа со всем вашим оборудованием, все, что у вас есть. Англичане, французы, вы нас реально задолбали за эти три года, вешать на нас какую-то фигню. Летите к нам, обследуйте гостиницу, всех пассажиров, мы даем вам неделю. И если вы нам ничего не предъявите, то что? Тогда вы докажете, что вы на нашу страну вешали какую-то туфту четыре года. Подожди, подожди. Понимаешь, Сережа, дело в том, что на нашу страну туфту вешают уже значительно дольше, чем четыре года, по показанному мною тебе примеру и реакции этих западных политиков, Мария Владимировна Захаровой известна с запасом уже очень давно, на множестве других примеров. Что сделано было? Ну и правильно. Подожди, подожди, Сережа, подожди. А все остальное начинается с Крепали, Юра, все. Подожди, подожди, Сережа, но ты же понимаешь, что ровно то, что говорила российская власть, не устами, между прочим, Захарова, а устами и Пескова, и устами многих... Было ровно про это, ребята. Про что? Про что ничего не нашли? Нет, нет. А кто верит этим, кто искал? Подожди, про то, что мы ждем, мы ждем предъявления того, что они нашли, или, вчера или позавчера это было, хотя бы аппаратуру, которую они искали. Что ответили немцы? Ты не в курсе? Я в курсе. Немцы сказали, что мы не можем сообщить вам марку аппаратуры, которой мы это нашли. Потому что вы знаете, как мы это все делаем, да. И ты говоришь, что они приедут сюда со своей спецаппаратурой искать. Сережа, а мы ее в самолете просветим. Подождите, и пусть бы они приехали и обделались. Ну вот хотя бы предложение такое было. Друзья, послушайте, вот к сожалению, вообще к трагическому, так сказать, ощущению, то, что говорит Запорожский, может неправильно, может даже там вы считаете, что глупости. Послушайте, но, но. А ведь в продолжение-то он прав. А потом все равно начинают скрипали. Логично, нелогично, с дырами, не с дырами. Дальше мы перешли к теме Белоруссии и Украины. И здесь важно отметить, что сравнение белорусского ОМОНа с нацистами, фашистами, карателями очень серьезно лупануло по информационной российской машине. От этого у них прямо аж, ну послушайте, Артема Шенина. И мы говорили об этом, и год за годом напоминали, что это к добру не приведет. Потому что эти люди, которые стали лицом Украины прекрасной, которую вы поддерживали и поддерживала прекрасная Европа, эти люди во многом являются движущей силой войны, которая идет на Донбассе. А вы не хотели этого видеть. А теперь в Белоруссии вы сразу увидели. И про фашистов вспомнили, и про карателей вспомнили. Про Бандеру вы не хотели. Про Волчий Крюк вы не хотели. Ну понятен, да, смысл. Вы не видели нацистов в Украине, и вот вы тут их увидели вдруг в Белоруссии, в наследниках тех, кто защищал Белорусь от фашистов, от нацистов. Ну и на это я, естественно, нашел, что ответить, объяснил, что эта методичка отнюдь не западная. И сравнение такое грешно было бы не использовать в данной ситуации. Самое главное даже другое. Посмотрите, как у нее мозги изменились у этого человека. И какие жуткие, страшные и подлые вещи она говорит... Она расчеловечивает фактически людей, живущих на Долбасе. Она описывает картинку каких-то дикарей, живущих в пещерах. И она главный секретарист. Ну подождите, так вот, ну это же продолжение политики вашей страны, Сергей Юрьевич. Так вот она какая фашистская, по сути-то получается, черт ее возьми, а. Ну давайте по порядку. Давайте, давайте. Во-первых, вот эта методичка про нацистов-фашистов, она методичка про нацистов-фашистов, она не в Беларуси методичка про каратели, а здесь методичка про каратели. Это взята калька российского шестилетнего рассказа об Украине. Так как мы знаем, что для Беларуси, для России тема Великой Отечественной войны очень серьезна. После того, как ОМОН, мы все знаем, что он сделал в СИЗО с людьми, грех бы было это не использовать и не сказать посмотреть вот это гестаповцы и ринковые действия. Стоп, 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 подожди. А что вы 6 лет у себя про гестаповцев не вспоминаете? Почему все сравнения Нахтигаля с ССом ты отвергаешь и доказываешь, что это разные вещи? Почему дивизию эмблемы вашей мы сравниваем с нацистской эмблемой, ты говоришь, да это вообще все ерунда не имеет отношения. Это все не то, да, все другое. Продолжаем про эмблемы и про факельные шествия. Да, факельные шествия, факельные шествия, они не отбивают промежность никому, не отбивают промежность. Серьезно? Подождите. Тот, кто отбивал в Украине промежность, сидит в тюрьме. Верните, верните, верните пост Чичваркина, пожалуйста. Да и зачем нам это Чичваркина? Нет, важно, важно, важно. Еще раз, он провел, смотрите, аналогию совершенно, ну как бы, да, смотрите, вон там женщина несчастная, и здесь женщина несчастная. Сережа, разве батальон АЗОВ, это не то же самое по отношению к людям на Донбассе? Нет, покажите, как батальон АЗОВ русскоязычных, условно говоря, стогнал и сказал, ну что? Вот и все, нормально вообще. Это ваша методика. Да ты поезжай туда, тебе покажут тысячи примеров, люди, у которых там родня погибла, от ваших уродов, которые вот этим поклонялись. Сергей, давно? Вот я ездил туда, ну не знаю, там через шаг памятник, а здесь, смотрите, вот здесь горела же женщина с детьми, секунду, а вот здесь разом там 27 человек полегли, а здесь еще что-то. Ну вы посъедете просто, из интернета. Секунду, а кто это, как не батальон АЗОВ, алло? Анатолий. Алло, а кто это, как не батальон АЗОВ? Что? Пожалуйста. Ну покажите эти факты. Этих фактов нет. Нет, и после факельных, если бы после факельных шествий собрали в кучу русскоязычных и сказали, ну что, козлы, сейчас мы вас будем рвать. А русскоязычные, а русскоязычные, а русскоязычные, а русскоязычные коллаборанты у нас сидят пьяни, а братья, 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 а сейчас, секунду. Ну а далее нам показали двух корпоративщиц, ну и по этой теме, конечно, я тоже нашел все, что сказать. Послушайте слова этой песни. Поют две девушки, честно говоря, я ее когда у себя в соцсетях повесил два дня назад, у меня просто никогда такого не было. Потому что, ну, послушайте. Здесь памяти не предали отцов, здесь не отдали дедовской земли, какой ценой не отыщешь слов, здесь за отчизну жизни береги. Россия с нами, с нами, Бог. Вот так, вот так вот выглядят реальные люди на Донбассе. И поют так, и чувствуют так, чтобы не врали козлевича, которые 6 лет нацистов, так сказать, отмазывают. Вот он, реальный Донбасс, вот реальные чувства, вот реальные чувства. Конечно, поют. Конечно, за Россию, и за Донбасс, и Лепса мы еще тебе покажем. Так, значит, кто это? Так вот, это наши враги-коллаборанты. А вот один из ваших врагов-коллаборанты, Сережа, 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 вот смотри, человек, который является аранжировщиком этой песни, Михаил Хохлов. Дискотека, зарабатывание бабло, все правильно. Вот вы же слышали тут Запорожского, вы находитесь там. Я не знаю вообще, хотите ли вы что-то отвечать таким, но скажите им оттуда, скажите им оттуда, нам оттуда, пожалуйста, мы вас слушаем. Ну, я хотел вот ему сказать, что, товарищ, мы родом Донбасса, я родом из Советского Союза, этим все сказано. Ну, после эфира я, конечно, начал искать, кто такой Михаил Хохлов, ну, кое-что нашел. Он говорит, что он родом из Западной Украины, но есть один нюансик. Он говорит, что его дедушка был известным политработником, каким-то там международным чтецом в Советской Украине, там, ну, в общем, короче, банальным агитатором за советскую власть. Михаил Хохлов, да, вот этого зовут, я так понимаю, дедушку тоже звали, вернее, не звали, была у него фамилия Хохлов. Как попал этот дедушка в Западную Украину, не знаю. Есть у меня только один вариант. Приехал откуда-то из РСФСР и заселился в украинскую избу. Ну, и пошел дальше род Хохловых на Западной Украине. Еще один момент, что этот, так называемый, аранжировщик-поэт признается, вернее, не признается, а говорит в интервью, что дедушка его не только был политработником, но и боролся с бандеровцами. Поэтому с этим украинцем, в кавычках, все ясно. Ну, продолжаем о Донецке. Донецк, Донецк. Центр Донецка, и там Лепс поет гимн России. 70 тысяч человек ему подпевают. Что вам еще нужно, чтобы понять, что это никакая не оккупация? Пожалуйста. Именно правильно. Ну, вот и так. Вот и так. Браво. И все разговоры. Рассказывают, что мы бомбим своих людей. То есть это наши люди, которые с российским флагом, которые... Россия забрала у нас часть земли, а нам говорят, что это вот доказательство, что это не нас. Спасибо. Ну, здесь, согласитесь, первому каналу надо сказать и выразить только респект. Они показали, что в Донецке никакие не украинцы. Мы бомбим никаких не украинцев, а коллаборантов, которые на службе у России. Поэтому это видео, безусловно, в пользу бандеровцев, в пользу украинцев. Ну, а дальше мы... Дальше мы сразу ушли на рекламу, вы видели. Ну, а после рекламы мы говорили о Белоруссии и о Светлане Тихановской. О ее... О том, как ей и зачем помогает Запад. Да, ее же правда накачивают так, что мало не покажется. Ее же... Ее же как? Ее лепят. Ее напитывают. А что остается делать? Ну, трудно заметить. А что остается делать? Не лезть. Анатолий... Не лезть. Как не лезть? Тихановская единственная... А, все-таки лезть. Единственная, как бы-то максимально легитимная, легитимный политик оппозиции Белоруссии, за которую... А что он предложил? Ну, Алексеевич, как он опрачивается? Голосовали. По какому признаку она легитимная? Я хотел бы правильно, чтобы вы меня поняли, когда я сказал Алексеевич никто, не в том плане, что она никто. Она в политическом плане, за нее никто не голосовал. А за эту проголосовали 500 тысяч, миллион, 300 тысяч, я не знаю. Семь человек, не важно сколько. Но тем не менее, она единственная, что остается делать? Ее накачивать политическими смыслами. А кого накачивать? Колесникову. А как это сочетается с заявлениями о том, что только белорусский народ, без всякого влияния и давления извне, может и должно решать свою жизнь? Анатолий, белорусский народ... Не, а просто объясните мне. Я объясняю. Через месяц после выборов уже понятно, что белорусский народ мирными методами не сможет... Так. А значит, есть два варианта. Пожалуйста. Либо силовое противостояние со стороны белорусского народа, либо жесткое финансовое удушение белорусской. Европой. Европой. Но Европа слишком толерантна и слаба. А болтать вот этим языком, мы за белорусский народ. Мы хотим, чтобы вы что-то добились. Ничего. Никто не добьется. Если я сижу в квартире с автоматом, Андрей ходит вокруг квартиры, которая была его, с шариками. И говорит, Сережа, иди отсюда. Это моя квартира. Я говорю, Андрюша, принеси мне йогурт. Аналогия Сергея, дорогой, прекрасная. Только не получится, пока у Казенко есть российская казна в распоряжении. Это не надо. Секунду, жесткое противостояние белорусского народа, который это описал, без крови невозможно, потому что в Беларуси уже очевидно есть жесткая власть с жесткой правоохранительной системой. Поэтому я хочу, чтобы проснулась Европа. А, и удушала. Полная финансовая блокада. Вот тебе шарик. Дефолт, разорение. Да не получится разорение, пока у Лукаса. Временные трудности, это временные трудности. Разори. Временные трудности. Это временные трудности. Временные трудности, на Украине, Шея Гея. В 15-м году какие были трудности, какую страну построили? Трактора, депрессивно, депрессивно, депрессивно. Миллионы шерфта были, сколько людей полегло. Саша, Сергей, Сергей. Соскучился, я вижу, ты по эфиру тебе, Лёша. Соскучился. Односложно, ответьте мне, Сергей. А вот любая сторона должна и обязана в достижении своих целей использовать силу? Понятно. Если она провода. А, как? Если у других вариантов нету, да. А, понятно, пожалуйста. Ну, далее в студию подтянулся мегаэксперт по всем вопросам Дима Абзалов и начал рассказывать, что если Белоруссию экономически душить будет Запад, то голодный народ сквотится вокруг Лукашенко. Ну, я, естественно, конечно, ему возразил. Секторальные санкции, даже персональные санкции, которые Европейский Союз полностью не утвердил, как известно, из-за Кипра, как мы все знаем, приведет к тому, что вокруг Лукашенко наберется, берется народ. Это происходит примерно в первые месяцы, два, три, четыре, примерно полгода. Потому что секторальные санкции бьют по всем, экономическая ситуация сложная, и люди начинают мобилизоваться вокруг лидера. Они его ненавидят, но экономику, экономические проблемы они ненавидят больше. Поэтому секторальные санкции – это самый плохой сценарий, если вы хотите кого-то выкорчевывать. Почему? Я напоминаю, даже Польша официально не поддержала секторальные санкции, не только по экономическим причинам, но и по политическим причинам. Если сейчас за Тихановскую введут санкции в отношении Беларуси, всей Беларуси, например, нефтепереработки, что будет с белорусским рублем? Он идет в точку. Правильно. И те, которым все равно скажут, слушай, Александр Георгиевич, мы как бы из-за тебя тоже, но нам жрать надо, давай-ка ты иди отсюда. Вот это они скажут. Нет, в результате люди, наоборот, соберутся, потому что обратно экономику вы не вернулись. Соберутся и что? Хороводы будут водить? Нет, они вокруг его сторонники, которые раньше считали, что это никак не повлияет на них, будут собираться вокруг луканской кота. Как не повлияет, если им жрать нечего? Как не повлияет? Продолжение следует.